Приветствую вас и то, что вы плачете, когда уезжаете от родных людей, со своей стороны свидетельствует о том, что у вас очень близкие отношения с ними и вы к ним привязаны. Вообще, это в большей степени хорошо, чем плохо, но, понимаете, вот такая эмоциональная зависимость от родных, такое, если угодно, притяжение к родным, оно шревато некоторыми последствиями для вас в будущем, если вы не обретете эмоциональную самостоятельность. Значит, чем грозит подобное отношение, подобное поведение, я попробую вам объяснить. Значит, вы не сможете выступать в роли полноценного социального индивида, полноценного, к сожалению, полноценного субъекта личных отношений. И из-за этого, по этой причине у вас будут проблемы как в личной жизни, так и очень может быть в других сферах социального. потому что, во-первых, вы испытываете постоянную затягу, наверное, к родным, и из-за этого не можете строить отношения, из-за этого не можете, точнее, устраивать их. Устраивать их нормально, адекватно и максимально полно и независимо. То есть вот этот момент для вас, он достаточно важен. Этот момент, он принципиальный. То есть пока вы общаетесь со своими, там, сверстками, да, а пока вы общаетесь со своими друзьями, с окушниками, все хорошо. Но ведь вам нужно строить дальнейшую жизнь. А для этого, для того, чтобы строить дальнейшую жизнь, нужна обособленность. А этой обособленности нет. И ее нужно как-то получать. К ней нужно стремиться. А для этого необходимо понимать, что вас удерживает в том, чтобы не плакать при апелье. Может быть, причина связана с тем, что вы чувствуете себя спокойно дома. А когда вы уезжаете, например, на учебу, вы ощущаете давление, нагрузку на себя и так далее. Быть может, вы очень сильно привыкли к своим родным и не можете беднее просто жить. А я бы вам сказал так. Вот в случае, если, когда вы достаточно долгое время, вот вы попробуйте какое-то время к своим родным не приезжать, да, то есть вот говорите, что можете каждую неделю на выходные приезжать к ним, а попробуйте этого не сделать, ну, несколько недель, да, то есть две или три недели. И посмотрите на свои ощущения. То есть если ваши ощущения останутся в теме же, то есть у вас сохранится так, как тому, чтобы увидеться с родными, да, вы будете чувствовать, что без них не можете, например, и так далее, то проблема в зависимости от родных, и с этим нужно будет что-то делать. То есть тут обращение к психологу, хотя бы на нашем ресурсе, я думаю, обязательно. Вряд ли здесь есть еще какие-то варианты, к сожалению. А если же чувство пропадет, то есть вы ощутите, что, ну, да, вы любите родственников, да, вы очень скучаете, но постепенно становится меньше вот этого желания быть с ними, постепенно его становится меньше. А если это у вас будет, то тогда все абсолютно нормально, проблем никаких нет, и вам просто нужно побольше быть без них. Потому что, еще раз повторю, это важно для вашей самостоятельной жизни. Вообще это необходимо для вашей самостоятельной жизни. В принципе, я думаю, что на этом можно закончить, потому что вы не написали, сколько вам лет, вы не написали, сколько учитесь, и также вы не написали ничего про отношения со своей семьей. Я думаю, что пока на этом все. То есть чтобы вас не пугать, да, чтобы не говорить, что это вот обязательно прямо проблема, ну, представьте себе, если человек, например, большая часть жизни живет дома, да, с родителями, например, а потом вынужден уезжать в другой город, чтобы учить, что казнь будет поначалу тяжело, потому что, по сути, его вырывают из привычной среды проживания, это нормально. Другое дело, что это вырывание, оно естественно и нормально, и при высоком, при хорошем уровне социальной адаптации человека никаких проблем с этим не возникнет. То есть вам важно не травить себя, не давать нагрузку на свою нервную систему, а стараться все-таки, вот, приезжать реже, активно заниматься, ну, построением, построением, выстраиванием своей жизни, там, где вы учитесь, и подумать о своих планах. То есть, если вы по окончании учебы планируете вернуться домой и жить опять с родителями, то серьезные проблемы могут быть у вас в личной жизни, потому что, ну, вот представьте себе, что вы встречаете молодого человека, например, он хочет жить с вами, а вы говорите, что, точнее, вы тоже не хотите, но у вас слезы, когда вы уходите, вы уже один родитель. То есть получается, что вы и с молодым человеком несчастливы, потому что занимаетесь без родителей, и с родителями вы тоже несчастливы, потому что хотите быть молодым человеком. То есть, как у страны не подобреет, получать свои негативы. Если такая ситуация будет, то, конечно, с этим нужно будет работать. Пока я думаю так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.